Сегодня в оздоровительном лагере «Березка» прошла игра «Почемучка». Ее проводят активисты движения «Добрая воля» при поддержке аппарата главного федерального инспектора. За первое место в игре соревновались пять команд. С места забыть репортаж Вергина Матевосян. Народное название этой травы – «Мяун». Какое научное название у этой травы? Сложный заковыристый вопрос и минута на обсуждение. Некоторые задания ставят в тупик даже взрослых, а вот дети с легкостью отвечают на вопрос, что в экстренных случаях может заменить антифриз, растворить накипь в чайнике, использоваться как пятновыводитель. Пепси, коккола, ну там то, что чайник, ну накипь снимает. Время закончилось, да? А откуда вы это знаете? Так не знаю, все время. О чем говорит происхождение русского названия от греческого «сфекели» или как называется салат – из томатов, кукурузы и зеленого горошка. Свои знания в разных областях науки и умение работать слаженно проявляют воспитанники детских домов и школ-интернатов. 30 вопросов для всей команды, блиц-вопросы для одного из участников и конкурс капитанов. Последним, кроме интеллектуальных, пришлось демонстрировать еще и творческие способности. Это что такое? Зубы? Зубы, правильно. Какой я? Волосы? Нет. Кудрявые. Правильно, молодец. Так. Какой этот мужик, короче, писатель? Такой жуткий, кудрявый. Мужки, молодец. Игра «Почемучка» – это часть большого проекта «Вернуть детство». Это программа по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она уже хорошо известна и считается визитной карточкой Приволжского федерального округа. В нашем регионе проект реализуется при поддержке аппарата главного федерального инспектора по Кировской области. «Почемучка» – интеллектуальная игра. Это одна из огромного перечня тех проектов, которые реализуются в рамках окружного проекта «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вернуть детство». Вообще, в рамках этого проекта реализуются такие мероприятия, как «Звезды детства», «Творческий конкурс», «Ума палата», «Интеллектуальная развивающая игра» и другие программы. И вот как раз «Ума палата» – это то, к чему мы готовим сегодня ребят. Главную задачу, которую ставят организаторы – стимулировать у детей интерес к получению новых знаний, развитию навыков коллективного мышления в игровой форме. Лучшими знатоками «Почемучки» стала команда «АЫ-АЫ» из Тужинской школы-интерната. Игра им дала возможность не только проявить себя и свои знания, но и попасть на региональный этап конкурса. А после, может быть, и на окружной. Финалом должна стать интеллектуальная игра «Ума палата», которая пройдет в ноябре в Ульяновске. Вергина Матевосян, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.